В России прошло очередное голосование по формированию главного законодательного органа власти Государственной Думы. Директор ЗАО Совхоза им. Ленина Павел Грудинин в ходе выбранной кампании партии КПРФ проехал полстраны и по возвращению с полей политических на сельскохозяйственные с гордостью заметил, что дороги, проложенные среди совхозных полей, весьма хороши. Я по регионам проехал, таких дорог нет нигде. У нас в поле такая дорога, которой некоторые города областного значения не имеют. Что значит хозяйство образцово-показательное. Не только дорогами, социальной инфраструктурой может гордиться коллектив совхоза, но и умением выращивать достойный урожай, несмотря на любые сложные погодные условия. В этот год очень неудачный, с точки зрения производства овощей, потому что сначала была холодная весна, а потом засуха. В этом году урожай картофеля ниже обычного, но при этом показатели весьма высокие. Такой картофель, конечно, своим урожаем не очень порадовало, но его и не только у нас, его вообще нет. Там, где не было полива, а вон у нас без полива, у нас просто не хватает и техники для полива картофеля. Все внимание уделяем овощам, в такой экстремальной жару надо держать, было овощи. Поэтому картофель практически у нас был без полива. Где-то один раз мы прошлись, по нему полили, но это в принципе ни о чем. Особенно сильно на такую жару отреагировал сорт Роскарлетт. Причем я очень люблю этот сорт. Это розовый картофель наш, очень вкусный. И он, конечно, дал поменьше урожая, гала дала побольше. Но в среднем мы вышли где-то на 270 центеров. Конечно, если сейчас сказать кому-то где-то в область, скажут, да ладно, Зоя Иванович, ты хорошего урожая, успокойся. Но мы привыкли, чтобы у нас был 360, 370, 400, но, к сожалению, в этом году такого не получили. Картофель убрали, тоже погода была хорошая, мы все убрали. Слава Богу, заложили на хранение. Павел Николаевич побывал на сортировке и закладке картофеля. Поговорил с начальником отдела поливодства Владимиром Зининым. Сейчас цена должна подняться. Я тут в Саратове на рынок пришел, 40 рублей килограмм. А вчера что была за рабочая группа в озерах, чтобы снизить цены на борщевой набор? Да пошли они туда. Ей никогда что-то не сделают. А там лук убирают, свеклу. Ее мало на кустушек, 6-8, а всегда было 12-14. А почему? А жара была, не завязалась. Пусть полили, успели. А не полили бы, этого не было бы. Это мы в Шамоне взяли две привалки, поставили на свеклу, на картошку полили. Я так понимаю, что в этом году урожая не будет. Мы в Саратове, они говорят, у нас все сгорело. А они где? А в Кульском тоже урожая нет. Урожай в совхозе имени Ленина собраны еще не весь. Кроме картофеля и свеклы, предстоит еще собрать морковь, капусту и яблоки. Следующая будет морковь. Вот морковь. Такая капризная дама из овощей. Моркови нужна влажность в воздухах высокая. Тогда морковь получается хорошая, она себя прекрасно чувствует. А вот на сухой воздух она реагирует очень плохо. Поэтому где морковь хорошую получается? Это Голландия, Англия. Это вот страна, где получают хорошую морковь. А у нас в этом году, вы понимаете, была экстремальная засуха. И она, хоть мы ее поливали, почву поливали, а влажности воздуха не было. Она вот как замерла, стояла. Я думаю, господи, ну что-то, что-то, дорогая, ну что тебе еще не хватает? Конечно, она сказать не может, но мы понимали, что ей не хватает влажности воздуха. И потом, вот сейчас, когда пошли дожди, и это, в общем-то, отразилось положительно на моркови. Она сейчас стоит зелененькой, она еще вовсю растет. И поэтому мы дали ей возможность обычно порости еще недели-две. Потому что обычно мы начинали убирать где-то 20 сентября. Сейчас мы начнем убирать где-то с 1 октября. На морковь выйдем морковь. Потом капусты, все. И морковь мы где-то должны собрать около 4 тысяч тонн. Капуста где-то 5-5 тысяч тонн. Надеюсь, что... Это плановые показатели. Я надеюсь, что мы их выполним. Еще у нас сейчас вот после дождей мы, наверное, выйдем на заготовку кукурузного силоса. У нас 233 гектара кукурузного силоса. Это, в общем-то, немалая площадь. Вот. И кукуруза уже подошла. Скорее всего, мы уйдем на заготовку силоса. И надеемся, что мы план для своих животноводов выполним по производству силоса. Это где-то 5,5 тысяч тонн. Вот. И с плана уйдем, как я уже сказала, морковь и капуста. Надеюсь, что не будет сильных морозов, ничего. И сильных ливней в октябре. Может быть, запоздалая бабе лето будет. Надеюсь, что все уберем. Работа кипит. Труженики сельского хозяйства трудятся без устали, зная, что в эту пору день год кормят. А мы с вами продолжим следить за успехами народного предприятия под руководством уважаемого всеми директора Павла Николаевича Крудинина. Здесь в совхозе знают цену земли рождающей. И поэтому берегут ее от захвата и хищнической застройки. Пожелаем им успеха. С вами был ТВ Совхоз. Не забудьте оставить комментарий, поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. До скорых встреч. Работаем без выходных. Каждый день, говорят, каждый день год кормят. И это правильно, потому что говорят, а вы что, вы не можете взять, агрономы, вы не можете взять выходную. В частности, у меня спрашивают, вам что не дает? Да кто мне не дает? Сама не возьмешь. Потому что сегодня уберешься, завтра дождь или уже заморозки на носу. И, конечно, из плодовых культур яблоки еще. У нас где-то в плане 350 тонн. Я думаю, мы их уберем.